добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги и партнеры надеюсь слышно меня хорошо если дадите обратную связь будет вообще здорово в виде плюсиков там либо баллов по 10-балльной системе нет ли хрипов нет ли каких-то проблем потому что иногда люди жалуются на то что что-то скрипит что-то хрипит у нас вами сегодня вебинар который посвящен презентации компании skyway капитал он в принципе стандартной ориентирован на то чтобы донести информацию новым людям которых вы можете приглашать надо приглашать на данное мероприятие в принципе они с этой целью сделано до донесение информации до потенциальных партнеров инвесторов до людей которым это может быть интересно те кто интересует технологии те кто интересуется возможность стать инвесторами те кто интересуется возможность получения дохода то есть причин здесь несколько может быть на сказать там два в одном три в одном четыре в одном плюс ко всему тех людей которые не безразличны жизни которых окружает до тех людей которые хотели бы приложить какие-то усилия ради того чтобы принять участие в крупном проекте и потом скажем так чувствует себя хорошо от того что они в этом участие в этом приняли участие не прошло что-то мимо них есть люди которые привыкли общаться с окружающими ну и что-то в жизни сложилось что это общение последнее время стало не совсем может быть корректным кто-то вышел на пенсию кто-то еще по каким-то причинам то есть у нас есть много скажем так вариантов почему люди начинают взаимодействовать вместе с нами а данный вебинар данное мероприятие которых у нас большое количество в разделе расписания онлайн мероприятий живых презентаций направлена с целью ознакомления людей те кто не знал про технологии те кто только не узнал недавно те кто слышал год назад два года назад да и на какое-то время выпал вот этих людей вы можете приглашать на мероприятие как правило презентации skyway capital они стандартные но информация одинаковой не бывает по сути дела даже в течение одной недели у нас два раза как правило проходит в понедельнике в четверге да и последуем сейчас дополнительно в 17 часов у нас тоже проходит презентация компания skyway capital но нет ни одной похожей хотя канва донесение информации она в принципе одна и та же как правило презентация состоит из двух частей первая часть посвящена технологии который мы выводим на международный транспортный рынок да потому что в первую очередь мы говорим о транспорте вторая часть идет о предложении компании skyway capital непосредственно касаемо инвестиций того что вы можете сделать как вы можете приумножить те деньги которых у вас сегодня может быть много может быть немного это скажем так у каждого ситуация своя но важно понимать одно что сегодня приняв участие в нашем проекте вы можете значительно улучшить финансовую сторону своей жизни неважно скажем так какое у вас образование какой стране вы проживаете это две части и начнем мы с того что представлю человека который является сегодня руководителем всего процесса руководителем нашего предприятия анатолий дарвич юницкий генеральный конструктор струнных технологий струнного транспорта он же является президентом группы компаний skyway и генеральным директором предприятия под названием струнной технологии который сегодня находится на территории республики беларусь человек который родился на территории советского союза в беларуси и тогда белорусско советская республика до на территории гонористской области вот поэтому мы называем российским белорусским советским ученым изобретателем предпринимателем вот во время своей деятельности он занимался и научной деятельностью руководил различными видами бизнеса и многие из них скажем так заработанные деньги в этих видах бизнесом по сути дела применял в развитии своей технологии струнного транспорта во время развития и внедрения технологии который мы с вами сейчас кратко поговорим анатолий дарвич юницкий дважды руководил проектами организации обменных наций который выделяла денежные средства на развитие технологий то есть эксперты данной организации давали свои заключения свои экспертные оценки и которых давали информацию о том что необходимо профинансировать данный проект он идет на пользу человечества в начале своей деятельности касаемость струнного транспорта анатолий дарвич юницкий в 80-х годах это было прошлого столетия стал членом федерации космонавтики сср который одна из первых признала перспективность использования данной технологии в первую очередь на территории советского союза ну и во всем мире в целом да я думаю те кто жили в то время помнят что было как бы две системы наше и не наше капиталистическое и капиталистическое то есть если бы это развилось на территории советского союза соответственно мы первые внедрили бы данную технологию было много разного было много интересного было много проблем во время развития и работа на технологии струнного транспорта но об этом и пару слов еще скажем за время работы над своей своим детищем да анатолий дарвич юницкий у него порядка 140 изобретений целый ряд из них сегодня реализованы на практике различных направлениях развития индустрии промышленности и сельского хозяйства у него есть 18 монографии более 200 различных научных работ целом рядом из которых вы можете ознакомиться на сайте который вы видите не ссылку точнее а адрес сайта здесь внизу нашего слайда на этом сайте вы можете найти и большой объем технической информации касаемой технологии струнного транспорта до большой объем информации касаемо скажем так экономической стороны дела почему выгодно строить такие дороги большое количество видеоматериалов потому что за время работы над технологией особенно третьем этапе развития мы кратко увидим с вами историю развития струнного транспорта на многих телевизионных каналах средствах массовой информации рассказы высоких налоги струнного транспорта тогда то есть который разработал на торги дар чуницкий были тематические передачи в прессе печаталась и советского союза и впоследствии впоследствии там российской федерации в это время на третьем этапе анатолий дар чуницкий принимал участие в целом ряде крупных форумов посвященных науки техники транспорта в первую очередь за который было получено большое количество дипломов наград звалкой медали кубков анатолий дар чуницкого три высших образования которые он сегодня реализовывать на практике в своих технологиях ноу-хау которым применяет хотя анатолий дар ч не устает постоять на многих мероприятиях там видеозаписи много есть интервью где он говорит что в принципе многое что я применяю в данной технологии я ничего не придумывал она придумана давно что-то мне подказала природа что-то было скажем так уже используя например строительстве мостов ванковых то вот и это он используется для своих технологий конечно ноу-хау есть образование 3 инженер транспорта патентное право изобретательства высшее образование и строительство и проектирование высотных зданий инфраструктурных сооружений то есть все это сегодня он использует во благо своей технологии в нашем своем проекте на данном слайде вы видите большое количество преимуществ транспорта струнного транспорта сегодня мы говорим skyway да у нас на всех слайдах написано skyway в каждом слайде в правом верхнем углу слова skyway то есть небесные дороги небесный путь можно по мощи перевести но здесь мы касаемся небесных дорог дороги второго уровня которые подняты над землей вот эти сейчас преимущества которые вы видите на данном слайде низко себестоимость строительства оказания транспортные услуги низко энергопотребление минимальный землеотвод сотни раз меньше чем для строительства обычных автомобильных дорог полная автоматизация исключение человеческого фактора из участия в движении вот на и высшей степени безопасности в первую очередь почему потому что транспорт будет поднят над землей он не будет пересекаться с другими видами транспорта с людьми животными и так далее каждое транспортное средство снабжено противоосходным устройством многое что еще применяется для безопасности при передвижении в данных транспортных системах минимальные эксплуатационные расходы можно использовать возобновляемые источники энергии размещаемые на эстакаде на путевой структуре данная путевая структура позволяет нам в удаленные уголки земного шара страны там не знаю других стран довести все те прелести цивилизации которые мы используем в крупных городах ну в первую очередь это волоконно оптические линии связи для быстрого интернета и наверное линии электропередач которые далеко не во все населенные пункты например российской федерации сегодня протянут у нас есть огромное количество небольших населенных пунктов где скажем так энергии генерируется там может где-то дизель генераторы там что-то еще далее отсутствие вредных воздействий на человека и природу то есть высокоэкологичный транспорт экономии времени и финансовых затрат и при перемещении при строительстве вот для людей это важно быстро скажем так перемещаться по территории планеты из одного города из одной страны другую при этом затрачивая минимальное количество денег минимальное количество времени для бизнесменов которые в дальнейшем будут строить предпосылки такие есть уже и целый ряд адресных проектов дороги по технологии юницкого с целью возможной разработки каких-то месторождений полезных ископаемых с целью доставки того что они производят да там на обогатительные фабрики а потом с погрузкой в порты потому что струнные технологии сегодня это не только транспорт второго уровня который поднят над землей во всех трех сегментах транспортного рынка высокоскоростной до 500 километров в час городской до 150 километров в час в зависимости от надобности скорость будет дальнейшим колебаться в этих пределах и грузовой до 120 километров в час помимо всего прочего струнные технологии это еще и строительство домов высотных зданий здание коттеджного типа по струнным технологиям что удешевляет скажем так эти проекты сокращает время возведения эти здания при этом скажем так значительно повышает устойчивость и надежность этих сооружений далее строительство взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов строительство мостов вот все это струнной технологии и строительство портов которые могут быть вынесены от береговой линии на естественные глубины в акваторию морей океанов и крупных озер до больших озер вот все это удешевляет и строительство этих портов скажем так и повышает эффективность и скорость погрузки-разгрузки обо всем об этом можно как раз таки почитать и на сайте юницкого анатолий дворович до 3w.com и ознакомиться со всем этим в материалах которые размещены на сайте компании skyway crypto но чтобы скажем так представить полностью да и проект и технологию что такие у нее преимущества и что из себя представляет сотрудничество компанией skyway crypto я вам сейчас хочу включить ролик который вы сможете посмотреть вот и по окончании этого ролика мы просто с вами подведем итоги касаемо технологии да и после этого поговорим подробненько о предложении которое делает компания skyway capital своим инвестором очень важный момент мы с вами находимся в преддверии смены дисконта и сегодня большой скажем так аврал да большое количество людей хотят успеть сегодня еще приобрести доли компании skyway capital да осуществить проплату и приобрести себе пакеты потому что у нас меняется дисконт мы успешно закончили седьмой этап и переходим на восьмой этап развития технологий всего их предполагается 15 и по окончании 15 этапа развития группы компании skyway 17 год группа компании skyway планирует технологии и вместе с пакетами долей компании которые вы приобрели выйти на мировой транспортный рынок рынок инвестиций итак сейчас ролик о компании skyway capital о технологии разработки натуре дарчем низким еще немножко потом полировка по истории развития струнного транспорта и переход к инвестиционным предложением компании skyway капитал немного осталось людей которые бы совсем не слышали о skyway однако даже те кто что-то знает полагают что это нечто далекое фантастическое не имеющие лично к ним никакого отношения мы расскажем о технологии skyway и ее применение чтобы всем стало ясно что это дело касается каждого из нас что же такое skyway это проект транспортной системы основанной на применении рельсов особой конструкции располагающихся над землей по сути это похоже на метро только не подземная а надземная именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете существующая транспортная система это самое опасное изобретение за всю историю она убивает человека разрушает почву загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами поднятие путевой структуры над поверхностью земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру транснет станет не только транспортной но и коммуникационной сетью по которой эффективно безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры грузы энергия и информация поэтому сеть транснет будет настолько эффективной что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами оон ес и российской федерации и министерство транспорта российской федерации признала технологию струнного транспорта юнитского инновационной перспективной и поручила совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию создателем струнной технологии положенной в основу skyway является ученый изобретатель юницкий анатолий эдуардович почти 40 лет он работал самостоятельно но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом на базе группы компаний skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие сегодня здесь работает около 170 конструкторов дизайнеров архитекторов и штаб предприятия постоянно увеличивается разработана четыре вида транспорта легкий городской грузовой и высокоскоростной городской skyway комплекс это рельсо струнная транспортная городская эстакада юнибус транспортная инфраструктура включающие пассажирские станции пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной высокоскоростной skyway комплекс это высокоскоростная междугородняя рельсо струнная транспортная эстакада высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура включающие пассажирские станции. Грузовой Skyway Complex – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Unicar и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Экотехнопарка» и осуществить сертификацию. «Экотехнопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем InnoTrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке InnoTrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижение стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка InnoTrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители Индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологией уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов – от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, ролик, который, по сути дела, в себя объединил большой объем информации, которую мы обычно даем на презентации. Сейчас мы просто пройдемся с вами быстро по слайдам и уточним некоторые моменты. Касаемо вопросов, которые задаете в чате, я на них отвечу. Давайте дождемся конца вебинара. Хорошо? То есть, если вы что-то спрашиваете, я смотрю на этом в конце. Ну, было здорово, если вопросы, которые у вас возникают, вы в конце и писали. Тогда это не отвлекает, тогда это, скажем так, не заставляет уходить в сторону от презентации и так далее. Итак, друзья, то есть, ролик продемонстрировал то, что сделано уже сегодня. Да, мы с вами находимся на четвертом этапе развития технологий. Начала свою деятельность в феврале 2015 года компания Skyway Capital, презентация, которая сейчас проходит. И был выбран способ привлечения инвестиций. Был выбран способ это посредством краудинвестинга, либо народного инвестирования. То есть, Анатолий Дарвич Вениски после всего того, что с ним происходило на предыдущих этапах, принял решение оценить свою интеллектуальную собственность. Независимые европейские компании и агентства, которые имеют на эту лицензию, оценили сумму свыше 400 миллиардов долларов США. Была зарегистрирована на основании интеллектуальной собственности компания в Великобритании. И было принято решение Анатолием Дарвичем делиться со всеми теми, кто будет переходить в проект, частью владения технологией, которая принадлежит ему. В итоге привлечь таким образом необходимое количество денежных средств, это было порядка 300 миллионов долларов США, для того, чтобы построить тестовые участки и продемонстрировать возможности городского высокоскоростного и грузового Skyway. Именно для этого и привлекается, скажем так, возможность краудинвестинга площадки, на которой мы работаем сегодня. Именно таким способом сегодня привлекаются инвестиции. Почему так? Потому что был длительный период до 2013 года, который, скажем так, в себя включал огромное количество переговоров, обращения к государственным структурам, к чиновникам разного уровня, с целью пробить, скажем так, толстую стену сомнений и недоверия для того, чтобы получить финансирование развития проекта струнных технологий. Анатолий Дарвич провел большое количество переговоров с людьми мира бизнеса, которые могли бы вложить денежные средства и, таким образом, еще раз скажем так, то, что я говорил, помочь создать тестовый участок, на котором можно было осуществить все испытания, провести сертификацию и вытянуть международный рынок транспорта в той технологии, которую предлагает Анатолий Дарвич Чуневский. К сожалению, все они заходили в тупик. То есть люди административного ресурса, чиновники, как правило, ждали команды сверху и инициатива там не то, чтобы наказуема, но мало кто там шевелится, потому что как гладит Сергей Сибиряков иногда на своих мероприятиях, что через полгода чиновник, который только пришел работать куда бы то ни было, становится бизнесменом и развивает только то, что, скажем так, интересно для него лично, для его кармана там, где можно, скажем, получить какое-то количество денег. Не хочу всех объединять, это, скажем так, слова советника, я не помню, третьего класса либо третьего уровня, которым является Сергей Сибиряков. Итак, друзья, но первые три этапа, они начались в 1977 году и закончились в 2009. То есть на первом этапе важно, что было первое заявка на изобретение, первая научно-практическая конференция в Белоруссии в 80-х годах, признание Федерации космонавтики СССР, были первые публикации Анатолия Дарвича в прессе, научная в первую очередь. И, по сути дела, это то время, когда ракеты, как говорят, на старте, скажем так, заработали двигатели и только-только начала отрываться от земли. Второй этап. Чем он важен? То, что у Анатолия Дарвича Ницкого была своя школа научная в Петербурге, он проводил большое количество испытаний в аэродинамической трубе. Цель это подобрать наиболее оптимальную форму будущему подвижному составу с целью снижения коэффициента аэродинамического сопротивления, чтобы на высоких скоростях совершенно спокойно могли перемещаться транспортные средства. То есть нужно было угадать, как они должны выглядеть. Далее, именно в это время был получен первый грант организации объемных наций на втором этапе развития технологии. По сути, на бумаге, скажем так, отработаны технологии первого поколения и продемонстрированы первые действующие физические модели. Один в пяти, один в десяти, один в пятнадцать. Третий этап. Чем он был важен? Тем, что о технологии именно в это время узнал весь свет. Потому что Анатолий Дарвича Ницкого, благодаря активному содействию губернатора Красноярского края Александра Лебедя, появился так называемый тестовый участок, полигон в подмосковном городе Озер. План их было начать строительство этого тестового участка, в последующем построить дорогу от Озер до Москвы, если все развивалось так, как надо, чтобы жители этого населенного пункта, он находится более чем в ста километрах от столицы, могли быстро добираться до столицы и обратно. Есть большое количество фотографий, которые, скажем так, показывают, как развивался полигон, какие испытания, там посещения различными делегациями, комиссиями и так далее. Иностранные делегации посещали этот участок местности, где на 170-метровую эстакаду сбирался ЗИЛ-131 на железных колесах весом свыше 12 тонн. И, как говорит Сибиряков, то есть важным подтверждением того, что данная технология имеет место жить, имеет право жить, то, что путевая структура весом, метр путевой структуры весом менее 100 килограмм удерживалось совершенно спокойно транспортное средство весом свыше 12 тонн. Об этом есть ролики, они есть, скажем, у меня в вебинарной комнате, но я сейчас не буду его ставить, потому что не цель сегодняшнего вебинара это показать. Вы легко их сможете найти. Третий этап также ознаменовался тем, что был получен второй грант организации обменных наций. То, что Анатолий Дорос-Чуницкий дошло до того, что даже были заключены государственные контракты на строительство целого ряда дорог в целом гляде регионов Российской Федерации, Хатамантийск, Хабаровск, Ульяновская областная администрация активно принимала участие в развитии нашего проекта. И на госсовете в 2009 году, который состоялся в городе Ульяновске, данная технология была представлена президента России Медведевна Виталина Анатольевича. Было рассказано о том, что вот есть такая технология, давайте ее внедрять. Кто-то посмеялся, хотя там были губернаторы всех регионов России, там были министры профильных министерств. Данная, скажем так, трансляция велась в прямом эфире, ее показывали на всю страну, вы можете тоже найти ролик, канал 224. После данного мероприятия было принято и дано распоряжение Министерству транспорта Российской Федерации изыскать около миллиарда рублей на развитие данной технологии, но к сожалению через неделю где-то после того, как закончился данный госсовет, технологий в Подмосковье, точнее полигона в Подмосковье не стало. Так вот все, что мы делаем на сегодняшний день, вы видели в ролике, мы привлекаем инвестиции для строительства тестовых участков, мы называли полигоны поначалу тоже. Сегодня это звучит как экотехнопарк, либо центр демонстрации сертификации SkyWay, который находится у нас в Минске, Минске области и сегодня уже проделан огромный объем работы. Мы сейчас чуть-чуть на них остановимся, потому что в ролике о целом ряде из них уже было сказано. На данном слайде вы можете видеть небольшой, но тем не менее перечень структур, которые давали свои заключения и экспертные оценки во время действия полигонов в Подмосковном городе Озера. Это и Институт транспорта Российской Академии Молокной Министерства экономики и транспорта, Гостроя России, Санкт-Петербургский Госуниверситет путей сообщения и так далее. Организация Минных Наций мы уже говорили. Что еще хотелось бы отметить, то что во время существования полигона был отработан целый ряд методик, проведено большое количество испытаний, которые полностью подтвердили то, что предполагал, скажем так, теория Анатолия Дарвича Минска. То есть технология жива и сейчас мы с вами делаем шаги для ее реализации выхода на международный транспортный рынок, международный рынок инвестиций. Что хотелось бы отметить? 14-й год установочный, когда была, скажем так, привлечена первая методика, это был январь месяц 2014 года. Долго наши инвесторы ждали новостей развития технологий, когда что будет происходить, куда же мы инвестируем деньги. В конце мая 2014 года заработало наше научно-производственное предприятие в городе Минске, появились первые конструкторские кадры. И в конце года, больше, наверное, сказать о начале 2015 года, специалист нашей компании Анатолий Дарвич Юницкий определился с участком местности, на котором в дальнейшем планировалось строить ехотехнопарк, строить испытательный участок, тестовый полигон, как угодно назовусь. В итоге в январе месяце решение было принято бороться за участок местности в Минской области далеко от города Марина Горка, территории бывшего танкодрома. В июне месяце состоялся аукцион по всем законам и правилам Республики Беларусь. Данный участок местности, почти 36 гектар, был закреплен за компанией струнной технологии генеральным директором, который является Анатолий Дарвич Юницкий. И там сегодня работают специалисты, каждый день посвящающие свое время реализации данной технологии, реализации проекта, воплощения этого дела в железо, с целью демонстрации этих возможностей струнного транспорта на территории Экотехнопарка. В 2015 году также был проведен целый ряд переговоров. Это был и Объединенный Арабский Эмират, это был, скажем так, Южная Америка. И нам намечено дальнейшее движение с потенциальными нашими партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах, в Колумбии, Боливии. Важным отправным пунктом в развитии нашего проекта в целом стал приезд Рода Хука, экс-министра транспорта Австралии. Это было в сентябре. В июле состоялись первые работы на территории Экотехнопарка, 17 числа это был субботник, на котором я лично когда-то принимал участие. Это зачистка территории от всего лишнего, что там не должно было находиться. Дальше началось строительство. В сентябре специалисты нашей компании получили так называемый международный идентификационный код цены бумаги, айсинт, процедуру, которую проходят все публичные компании, акции которых сегодня котируют на рынок. Далее, в 2015 году состоялась процедура закладки нулевого километра 17 октября на территории Экотехнопарка. Были высажены первые деревья, скажем так, в будущий сад Skyway, который находится у нас тоже недалеко от Марины Горки на территории Экотехнопарка. И было принято решение в конце ноября месяца перейти еще на работу с одним инструментом финансовым или инвестиционным. Это приобретение пакетов долей компании нашими инвесторами в рассрочку. То есть люди могли ежемесячно инвестируя незначительные денежные средства, на выходе получать большой пакет долей компании, которыми они становятся совладельцами. То есть цель всего этого такая. У нас на сегодня несколько десятков тысяч людей, которые приобрели себе пакеты долей компании, стали совладельцами технологии. В дальнейшем, это, кстати, кратко ответ на тот вопрос, который задали. Наша компания своей технологией будет принимать участие в большом количестве адресных проектов. И вот на ту долю, которая будет отмечена в договоре взаимодействия с потенциальными заказчиками, либо с теми, скажем так, кто будет с нами принимать участие, финансировать этот проект, будет получаться прибыль. И вот та прибыль, пятая часть той прибыли, 20%, будет распределяться между теми, кто сегодня становится совладельцами пакетов долей компании, когда еще возможно приобретать акции креневой компании, становиться совладельцами самой технологии. В принципе, если на пальцах это еще объяснить, то ставки 70-е годы, и к вам, скажем так, обращаются Билл Гейтс, Тив Джобс, Майкл Дейл и говорят, у меня есть программы, у меня в планах выпускать устройства, которыми будет пользоваться миллион людей. Это будет приносить миллионы, миллиарды долларов, и ты станешь богат. Если ты готов выделить какую-то сумму денег из своего бюджета, не надо, скажем так, выпрыгивать из штанов, снимать себе последнюю одежду, продавать, закладывать что-то в ломбард, занимать какие-то большие деньги и так далее, и так далее. Этого делать не нужно. Сегодня возможно ставить совладельцами технологии, при этом инвестирование в значительные средства ежемесячно, либо, скажем так, приобретая небольшие пакеты долей компании разов. Это сегодня доступно всем. Итак, коллеги, 15-й год был установочным и определяющим. Сегодня мы находимся в 16-м году, в котором уже произошло целый ряд событий, отмеченных ролики, о которых мы с вами уже говорили немножко, которые вы посмотрели. Вы видели в ролике то, что технологию признали инновационной. Это был экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 11 февраля этого года. Далее, на заседании этого же экспертного совета, рабочей группы экспертного совета, было принято решение признать технологию перспективной с целью дальнейшего использования на территории Российской Федерации. Это тоже очень важно. Сейчас есть, скажем так, комитет, о котором вы слышали, по импортозамещающим технологиям, который наблюдает подробность развития нашей технологии и в планах после демонстрации на территории Экотехнопарка возможности струнного транспорта активное взаимодействие со специалистами компаний струнной технологии, скажем так, при создании адресных проектов на территории Российской Федерации. Что еще хотелось бы отметить? То, что я вам рассказывал про Дмитрия Медведева, когда он принял решение, что ему надо выделить деньги, но, к сожалению, полигона не стало. Анатолий Городченицкий в начале этого года написал ему письмо, которое поблагодарил за то, что он обратил внимание на развитие нашей технологии тогда, то, что он уделил внимание струнному транспорту и сказал, что главный вопрос, который вы задали, есть ли у вас деньги на это, мы сегодня его решили. И сегодня мы строимся на территории Белоруссии и приглашаем вас в конце года приехать и своими глазами видеть, что из себя представляет технология. В планах группы компаний SkyWay на 2016 год было строительство городской трассы SkyWay, то, что мы говорили, до 150 км в час, то есть городской унибус. Это легкая трасса SkyWay, которая строится и возводится сейчас параллельно вместе с городской трассой. Это строительство грузовой трассы SkyWay, то есть погрузочно-разгрузочный терминал, промежуточные опоры, та же самая путевая структура, действующие юмикары, юмитраки, которые будут ездить и продемонстрировать, что из себя представляет грузовой трасса. Все это планируется на 2016 год, начало 2017. В 2017 году планируется продление до 15 км участка, на котором будет демонстрироваться возможности высокоскоростного SkyWay. В этом году уже состоялось крупное мероприятие 23-24 числа в Минской области и в Минске. Более 700 инвесторов первого дня были на территории технопарка и наконец-то своими глазами увидели, да, то, что они делали инвестиции, вложение денежных средств, что на тот момент было построено. Я думаю, сейчас, если бы они появились на территории технопарка, они тоже сильно удивились, потому что то, что они видели в апреле, очень сильно отличается от того, что проделано уже на сегодня. Также в июне месяце снова наше КБ территорию технопарка посетил Ротхук со специалистами компании Аурком, да, которые, скажем так, принимали участие при строительстве самого высокого небоскреба Бурж-Халифа, да, или Бурж-Халифа, который в Обненных Арабских Эмиратах. И вот эта компания как раз-таки Аурком сегодня занимается сопровождением нашего проекта и его развития на территории Австралии. Ротхук возглавляет нашу австралийскую компанию. Далее, состоялось мероприятие «Инотранс» с 20 по 23 число на территории Евросоюза в Берлине. Там было большое количество посетителей, огромное количество отзывов. У нас есть большое количество видеоматериала, которые вы можете посмотреть по итогам в процессе проведения данного мероприятия. Далее, компания была приглашена в сентябре месяце на мероприятие, которое проходило в Белоруссии. Называлось это «Белорусская транспортная неделя» либо «Транспорт и логистика 2016». И на этом мероприятии состоялось важное, наверное, тоже событие, да, назовем это так. Потому что целый ряд министров транспорта, да, там были представлены несколько стран. И вот министры транспорта Польши, Литвы и Белоруссии, да, в том числе посетили нашу выставочную экспозицию. Плюс ко всему территорию нашего КБ, извините, нашего выставочного стенда, да, посетил первый заместитель премьера Республики Беларусь. И, в принципе, вот, наверное, об этом я бы вам хотел включить трехминутный ролик. Вы своими ушами услышите в конце, да, о чем идет речь, что попросил Анатолий Дарович и Ницкий. Одно добавлю, что после мероприятия, которого сейчас вы посмотрите ролик, было еще одно. Энергетический форум 4 дня с 11 по 14 число на прошлой неделе. И там приходил министр энергетики, который сказал, что мы вам окажем полностью поддержку, да. Были, скажем так, записаны видеоинтервью целым рядом интересных и известных людей. Плюс ко всему, параллельно в Мельбурне, в Австралии на прошлой неделе проходил форум, я думаю, материалы по нему мы скоро получим, где компания Аверкон представляла на форуме интеллектуальная транспортная система, это международный форум, да, который в этом году проходил в Австралии. Австралии дали право проведения участия, проведения, точнее, данного форума. То есть Аверкон представлял там проект Skyway. И давайте мы посмотрим ролик и дальше уже будем двигаться в направлении инвестиций и того, что есть, изменения дисконта и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это генеральный директор конструкции, Кенков, да. Средства массовой информации кружится, что-то вокруг. Услышал и запланировал посещение. И хотел, потому что немногие даже в Беларуси знают о таких вот инновациях. Александр Георгиевич знает, он поддержал еще в 97-м году. Расскажите, это принципиально новик транспорта, это разновидность третьего транспорта, с уникальными характеристиками. Вот этот, пусть он тут местный, мини-байк, скорость в той части от общения. Можно купить педали, выработать энергию и хватит проезд. Только за счет педали можно 60 км в час получать скорость. А уже вы запустили там 15 км? Мы сейчас устроим, и первый участок в этом объем уже покажем, где ини-байки будете бегать. Я хочу сказать об эффективности. Представляете, если перевести электрическую энергию в топливо, 0,7 литра на 100 км в пути, при скорости 100 км в час. 0,7 литра на 100 км в пути. Если электричество перевести в топливо, то эквивалент 0,7 литра на 100 км в пути, при скорости 100 км в час. А это 14-местный городской, вне-бус, можно зайти туда. Ваши компетенции, в каком плане, есть поручение главы государства вывести метро на землю? Это очень сильная часть. Вот я получал меру города, он собирал науку своих, институты, но они говорят, что это не эффективно. Я побыл в Дубае, проехал на улице. Мне очень понравилось, мы видели с президентом, мы не стали там рельсовая какая-то, монорельс. Дороги, вот президент поручил, здесь рисовался, его там информировал. И давайте мы эту тему разогнем, что не происходит. У нас есть предложение, которое еще поддерживает Сан-Бегут, что по 1997 год. Но он поручил найти финансирование, правительство не нашло, мы сейчас нашли. У нас народный проект, нас финансируют 82 страны, 100 тысяч инвесторов. Абсолютно, все деньги приходят в Новороссию. Мы тогда сделали предложение по скоростной дороге Брест-Москва. Это предложение получения главы государства. Вот представляете, сегодня по скоростной дороге, Россия тоже ее поддерживает. И тут не знают, не двери в этом проекте. В то время в пути было полтора часа, в Брест-Москва. Мы приехали с центра МИС, с центра Москвы. Но вот мы увидим в ноябре, это вот скоростной. Первый, да, это не высокоскоростной. Воскоскоростной нам надо еще 15 км. И нам придется обращаться к главе государства, чтобы он выйдет в землю под участок. Я думаю, вы нас поделите. Там только под опорой, точной. И мы в это все еще годы займем еще 15 км. Воскоскоростной трассы, и получим нам скорость 500 км в час, чтобы издевать этот проект. А могу я вам дать огонь? Хорошо, давайте. И мы обязательно подведем на канал и открыть. Всем еще раз. Итак, коллеги, дело в том, что заручиться, скажем так, поддержкой руководства страны, в которой ты работаешь, да, и пытаешься запустить что-то, это очень важно, я считаю. К сожалению, в России когда-то это не было получено. Сейчас, как я сказал, что после данного мероприятия у нас прошло мероприятие с 11 по 14 число, да, и данную тоже выставку посещал министр энергетики, который сказал, что окажет полную поддержку. И в Австралии я уже сказал, что в Мельбурне прошло мероприятие интеллектуальной транспортной системы. Про средства массовой информации. Мы показывали много картинок. Действительно, где-то с апреля месяца очень часто непосредственно о развитии трудных технологий говорится и в интернет-изданиях, и в печатной прессе, в телевизионных каналах различных, причем целого ряда стран, да, начиная, скажем так, от Европы и СНВ до Австралии, вот, и различные интернет-издания, сайты. Вы, наверное, слышали о том, что у нас, скажем так, принято решение о строительстве трассы в университете Flinders, это Южная Австралия, и потенциально мы ожидаем того, что к концу этого года в Австралии должно быть начато строительство тоже дороги по технологии Веницкого, вот, и, возможно, ни в одном месте. Более подробную информацию, я думаю, получим в ближайшее время. Что еще хотелось бы отметить, что данную технологию в последнее время на территории Беларуси, по крайней мере, рассматривают как белорусскую, и заместитель нашего руководителя, Виктор Бабурин, принимал участие уже в целом рядом в форумах, где представлял технологию Skyway, технологию струнного транспорта как белорусскую технологию. Ну, на данном слайде вы можете видеть буквально недавнее издание, это напечатана статья в журнале FinFutures, как обещал Крис Принципи, это человек, который сегодня является экспертом на финансовом рынке, у него свои два журнала FinFuture и Financial IT, и вот в журнале FinFuture 3000 экземпляров этого журнала было роздано на крупном международном мероприятии в Швейцарии, на банковском форуме, который посвящен, скажем так, развитию платежной системы SWIFT банковских переводов. Там этот журнал был роздан, и люди ознакомились с технологией, которую разработал Анатолий Дарович Юницкий. Дальше это RGD-партнер, который во время форума, проходящего в Берлине, за четыре дня три раза выпустил статьи на своем интернет-издании касаемо струнного транспорта, и после этого еще было две статьи, одна из них это интервью с Анатолием Даровичем Юницким. И, скажем так, крупнейший портал Белоруссии Тутбай, это наподобие Яндекс.ру, наподобие Мейл.ру, выпустил большую статью в преддверии транспортной белорусской недели, где рассказывал о целом ряде предприятий, принимающих участие в этом форуме, и о SkyWay, о струнных технологиях в том числе. Как раз таки они были представлены как участник международного форума в Берлине. Это то, что хотелось рассказать о технологии. О ней можно говорить очень много, и на страницах нашего сайта. Вы можете зайти в личный кабинет и почитать, подробнее ознакомиться с технологией в целом ряде буклетов, с картинками, с характеристиками, которые там написаны. То есть все это можно найти при желании, если вы хотите разобраться. Теперь непосредственно компания SkyWay Capital. Вы видели про нее ролик. В нем говорится, что компания зарегистрирована в Великобритании, работает на платформе CrowdInvesting и является официальным партнером. Группы компании SkyWay видели подписание договора между Евгением Кудряшовым, руководящим компанией SkyWay Capital и Анатолием Дарычевым. Конечно, вся деятельность, которую разворачивает на сегодняшний день компания SkyWay Capital направлена на реализацию технологий при увеличении инвестирования максимального количества инвесторов на платформе CrowdInvesting и на основе микрофинансирования. Потому что сегодня абсолютно любой человек из разных социальных слоев, которые имеют небольшие денежные средства и небольшой доход, имеет возможность стать совладельцем технологий, приобретая недорогие пакеты долей компании, о которых мы с вами впереди сейчас буквально через пару минут поговорим. На выгодных условиях для себя. Инвестирование значительных денежных средств. Эти средства приумножаются в десятки раз сегодня пока еще. По 36 и более раз. Мы создаем благоприятные условия для того, чтобы люди могли разобраться в информации, что мы из себя представляем и сделать шаг. Фактически можно даже не одеваться, не умываться, включить устройство, которое позволяет выйти в интернет, если оно у вас прямо дома. И разобравшись со всем, спросу не взять и стать совладельцем пакета долей компании. И конечно же наша задача максимально информировать всех наших инвесторов обо всем, что происходит. То есть это различные рассылки, это звонки даже менеджеров отдела УИП, информационной поддержки в Москве. У нас есть структуры, которые помогают каждому инвестору понять, что происходит, разобраться во всех вопросах, сделать шаг, принять решение, стать совладельцами технологий, выбрать себе пакет, оплатить и так далее. Это техническая поддержка, весь окошко обращений как на сайте, так и в личном кабинете. И отдел информационной поддержки в Москве. То есть мы занимаемся максимально прозрачно, делаем то, что мы делаем, предоставляем информацию нашим инвесторам. И цель помочь вам стать совладельцами технологий, принять участие в нашем проекте, донести эту информацию тому, кто вас окружает, потому что у нас есть дополнительные бонусы для таких людей, кто не боится информировать свое окружение о том, как они могут, скажем так, улучшить свою финансовую составляющую жизни и принять участие в крупном проекте. Ну, давайте поговорим непосредственно о пакетах долей компании. Я сказал, что микрофинансирование. Действительно, на сегодняшний день, в конце седьмого этапа, а сегодня именно тот день, минимальная стоимость инвестиций – это 15 долларов США. Она такой и останется сегодня, в долларном эквиваленте, и четвертый столбик текущей стоимости, меняться не будет. Будет меняться соседний столбик – это уровень доходности либо дисконт. Так вот, сегодня, даже инвестируя 15 долларов в Соединенные Штаты Америки и сумму значительно меньшую тысячу рублей, ваш уровень доходности составляет 36 раз. То есть на выходе у вас потенциально, мы говорим о цене, при выходе на международные рынки, каждой доли порядка одного доллара США, ваши деньги увеличатся в 36 раз, которые вы сегодня можете инвестировать. Каждый последующий пакет, который вы видите в стандартном прайс-листе, а это именно он и есть, каждый следующий пакет подороже, но и уровень доходности повыше. 40, 50, 95, 100 и пошло-пошло-поехало так вплоть до 350 раз. Это если вы инвестируете 150 тысяч долларов, на выходе у вас 52,5 миллиона долей нашей компании. Я остановлю внимание ваше на пакете в 1000 долларов, чтобы вы ориентировались, дальше нам будет интересно поговорить с вами. На выходе в стандартном прайсе 180 тысяч долей нашей компании. Что у нас еще есть на сегодняшний день? Итак, мы переходим на восьмой этап. Я вам говорю про дисконт от 36 до 350, что произойдет буквально завтра. Вот этот столбик. То есть каждый пакет по наполнению потеряет в среднем 20%. То есть с завтрашнего дня, если не успеют люди сделать сегодня инвестицию, уровень доходности по каждому пакету снизится. Если было 540 на минимальном пакете, до долей компании, то будет 450. Было, например, 180 тысяч на пакете стоимостью 1000 долларов, станет 150 тысяч. То есть фактически здесь будет как бы ровно на шестую часть, чуть меньше снижение и так далее. Поэтому выгодно приобретать пакеты долей компании еще сейчас, в данный момент. Но что же произойдет? Если мы перейдем на восьмой этап, вы знаете, небо на землю не упадет. Приобретать пакеты долей компании по-прежнему будет выгодно, потому что ваши деньги приумножаются, скажем так, будут приумножаться от 30 раз и до 300. Сейчас от 36 до 650. Единственное, назову цифры, когда только запускался наш проект, январь 2014 года, минимальная инвестиция имела уровень доходности 250, максимально полторы тысячи раз. Почему? Потому что был максимальный риск, и вы ролики эту информацию слышали. Далее. Пакеты акций в рассрочку, то есть пакеты долей компании в рассрочку, которые у нас запустились где-то с 23 января 2016 года, именно эти пакеты, они сейчас выглядят таким образом. 26 250, это пакет инвестирования, скажем так, от 25 долларов ежемесячно, и до 405 тысяч долей компании с инвестицией на протяжении 9 месяцев по 200 долларов. У них есть дополнительный бонус, если вы выполняли условия двойного платежа, либо приглашали трех партнеров, которые регистрировались по вашей ссылке, приобретали для себя пакеты от 25 долларов и выше. Соответственно, эти тысячи, которые вверху добавлялись от 9 до 144 тысяч. Что же будет сейчас с переходом на восьмой этап? Посмотрите сами. Отличия, в принципе, бросаются в глаза. Особенно на большом пакете. Если раньше было 405 тысяч, то становится 315. И если подарок был за дополнительные условия 144 тысячи сверху, то суммарно это становилось 549, то здесь будет 63. И суммарно будет 378. Это то, что будет происходить сейчас. Это пакеты в рассрочку. Но это еще не все. Следующий слайд. Пакеты, которые у нас приобретались в рассрочку, но скажем так, с номиналом ежемесячной оплаты от 500 до 5000 долларов. То есть эти пакеты в основном у нас приобретали люди, проживающие на территории стран Западной и Центральной Европы. Ну и Восточной, скажем так. То есть там, где инвестиции в 500 долларов, в принципе, не сильно, скажем, как-то обрезает семейный бюджет ежемесячно. И люди, скажем, с легкостью приобретают доли нашей компании, на выходе получая крупные пакеты долей компании. Смотрите, насколько снизится. То есть на минимальном пакете в 500 долларов ежемесячно сразу минус 2000. На пакете, который ежемесячно люди готовы оплачивать тысячу долларов, сразу уходит у нас 600 тысяч акций меньше. На пакете уже, который две тысячи с половиной ежемесячной оплаты на протяжении 10 месяцев, мы сразу скажем так, миллион 375 тысяч акций минус. И на пакете максимальном, где люди готовы оплачивать пять тысяч долларов ежемесячно, больше двух миллионов долей компании разница. Есть пакеты малыш, пакеты студент. Это пакеты, которые можно оформлять на своих несовершеннолетних детей. Здесь тоже заметное снижение дисконта. Вы можете посчитать сами. Это порядка 20%. И также условия выполнения двойного платежа и так далее, они тоже значительно снижаются. Поэтому, опять же, если есть возможность, сделайте шаг лучше сегодня. Появляется новый пакет, который называется бизнес-тарт. Это пакет двухмесячный с оплатой 300 долларов ежемесячно. На выходе 75 тысяч долей нашей компании. Но если вы делаете двойной платеж в тот же день, когда вы оформляете этот пакет, соответственно, дополнительно еще будут начислены 24 тысяча. Очень интересный пакет. Я думаю, дополнительные условия, если они к нему будут, мы озвучим. Потому что, возможно, прикрепление какой-то обучающей, скажем так, информации к пакету бизнес-тарт. Прайс компании единоразовых платежей в сумму от 5 тысяч до 50 тысяч долларов тоже значительно изменяется. Он чуть повыше диском, чем на пакетах в рассрочку. Потому что от 240 до 290 он сохраняется. То есть на 10 больше, чем если вы брали эти пакеты в рассрочку и выплачивали эту сумму за 10 месяцев. Данные пакеты еще вам предоставляют право посетить территорию технопарка и высадить свое именное дерево. На пакете от 10 тысяч долларов до 50 дерево редкой породы. Здесь написано эксклюзивно. Но посмотрите сами, да, отличие. Опять же от 200 тысяч акций до 2 250 миллионов. Далее компания теряется при переходе с этапа на этап. Но даже тогда эти инвестиции будут выгодны. Пакеты у нас есть, которые позволяют людям покупать очень выгодные с хорошим дисконтом пакеты с бонусного счета. Что это такое? То есть у нас есть партнерская программа, по которой любой из вас может популяризировать наш проект, донося информацию своему окружению. Будь то в повседневной жизни, будь то через мир интернета, через соцсети, через, скажем так, мессенджеры, в которых люди общаются каждый день. Кто-то сутками там пропадает. Но эти пакеты вы можете купить только если у вас уже есть структура. То есть только если вы кому-то дали информацию, те люди начали помогать другим. И у вас идут начисления на бонусный инвестицион еще. Соответственно здесь снижение тоже значительное. Если был дисконт на минимальном пакете в 250 долларов 161, то сейчас он будет 121. Вот. Если он был 250, то станет 209. Да. Был 226, станет 132. Фактически. Снижение почти в два раза. Был 570, у нас за 1800, да. Станет 231. Точнее дисконт был 316, а на 231. А акции 570, 415. То есть это то, что все будет происходить у нас в ближайшее время. Следующая презентация, она наверно уже изменится. У нас не будет сравнительной характеристики пакетов, что были и что будут. Будут просто те пакеты, которые у нас будут на тот момент. Далее, пакет «Инотранс», который полюбился многими инвесторами, потому что он имел повышенный дисконт. Помните, я вам говорил, 180 тысяч долей компании можно приобрести за 1000 долларов. То есть у нас было до мероприятия «Инотранс» от 235 дисконт за разовый платеж, да. И дальше каждый последующий платеж, если вы делали не позднее месяца, увеличивал дисконт, увеличивал количество долей компании, которые вам начислялись. От 235 до 300. Пакет «Инотранс» начнет работать с восьмого этапа. Здесь дисконт будет от 150 и до 250. Три платежа, три разовых платежа по 1000 долларов ежемесячно. В принципе, в стандартном исполнении, если не ошибаюсь, посмотреть, у нас пакет стоимостью 1000 долларов будет стоить, точнее у него будет дисконт то ли 150, да. Первый пакет будет 150, но будет возможность увеличить дисконт, покупая последующий, не позднее месяца после приобретения первого. У нас появляется пакет, который в первую очередь выгоден тем людям, давно инвестирующим в проект Skyway Capital, имеющим, не важно какой, но большой либо средний пакет долей компании уже купленный. То есть, есть три пакета мультипликатор, которые подразумевают приобретение пакетов долей компании в рассрочку. Но в чем их прелесть? То есть, если вы оплачиваете рассрочку по 100 долларов ежемесячно, на выходе вы получаете пакет с дисконтом 140, да, то есть 140 тысяч долей компании. Плюс ко всему эти 140 тысяч приплюсуются ко всем пакетам, которые у вас оформлены, у вас там может быть миллион, два, три, пятьсот тысяч, да. То есть, если 500 тысяч, то будет 640. И на всю эту сумму берется один процент, и это количество начисляется на премиальный счет. То же самое с пакетом мультипликатор 250, а мультипликатор 500. Но что интересно, если вы покупаете ежемесячно по 250 долларов по этой схеме, то у вас уже добавляется не один процент, а два. К общей сумме выплаченных вот этого пакета и того, что было. И соответственно, пакет при оплате 500 долларов ежемесячно 10 месяцев, да, за 5 тысяч суммарно, у вас 3 процента добавляется к тому, что у вас было. Плюс этот пакет. Вот такие пакеты. Как я вам говорил, у нас есть возможность получать доход, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway с пакетами на рынок инвестиций и на транспортный рынок технологий. Это партнерская программа, которая вам позволяет построить, ну, наверное, негромко заявлено, так как и есть свой собственный бизнес до момента выхода группы компаний Skyway на рынок инвестиций, как я сказал. Бизнес, который построен на простой основе. Несите людям то хорошее, что есть у вас. То есть смело делитесь то, что понравилось вам. Не нужно это делать с большими такими глазами офуновевшими, да, то есть не нужно дергать каждого человека за руку, который проходит мимо вас. Но просто если у вас реально есть чем поделиться, что вы делаете регулярно, да, вот, есть много вещей, много, скажем так, того, что вы делаете сами, то, что вам нравится, вы легко это рекомендуете окружающим. И большинство людей, либо кто-то из них пользуется вашими рекомендациями, делают то же самое, либо приобретают то же самое. Здесь вы просто можете поделиться возможностью стать инвестором, зарабатывать деньги сейчас, да, утилизировать лишнее время, извините за грубое такое слово, но тем не менее, огромное количество людей в течение дня не знает, чему будем заняться, да, вот, хотя хотелось бы больше денег. То есть все это есть сокрыто в нашей партнерской программе. Завтра мы в 18 часов будем говорить о основных положениях партнерской программы, об изменениях партнерской программы, поэтому я вам рекомендую завтра быть на вебинаре и пригласить всех тех, кто бы хотел эти изменения услышать. Так вот, инвестируя даже 15 долларов, вы можете зарабатывать серьезные деньги по партнерской программе, вы можете стать крупным инвестором нашего проекта, потому что потом у вас идут начисления на бонусный акционный счет, их можно использовать на приобретение пакетов долей компании только в акционный счет. Тем самым вы увеличиваете портфель инвестиций, не платя за это живые деньги. Но вы при этом тратите, скажем так, время и энергию на то, чтобы делиться информацией в нашем проекте и помогать этим людям, которые следуют за вами, делать то же самое. Вам идут начисления на бонусный счет, который вы можете вводить деньги, и на акционный, который вы можете только приобретать долей нашей компании. Это подарок до сих пор, который делает вам руководство компании Анатолий Дарычунинский. Преимущества компании много. Большая глубина, за которую вам с товар оборота платятся проценты, и проценты тут может быть от 0,1 до 20, если вы достигли высшей квалификации. Всего у нас их 6. 6 ступенек, по которым вы можете ползти, идти, бежать и ехать на эскалаторе. В зависимости от того количества времени, которое вы будете уделять этому процессу, и в зависимости от того, как вы помогаете своей структуре развиваться. Если все это двигается гармонично, то вы будете быстро расти в квалификации, при этом никогда не будете падать вниз. И вас никто не заставит эту квалификацию подтверждать. Вас никто не будет, как мы говорим, нагибать, делать какой-то обязательный объем, товарооборот и так далее. Все, что будет сделано вами структурой, в первую очередь первому поколению, к нему идет привязка, рост к квалификации, вы за это будете вознаграждены. Далее, есть инструменты для развития партнерской программы, то есть это инструменты партнеров в разделе личного кабинета, планы вознаграждения, реферальные ссылки, которые являются первым инструментом. Их все равно придется раздавать людям посредством интернета. Электронная почта, скайп, социальные сети, где вы можете общаться с людьми, эту ссылку давать, люди по ней могут переходить, нажимать кнопку регистрации, становиться вашим партнером. Баннеры для тех людей, которые умеют строить бизнес в интернете, инфобизнес так называемый, у кого есть интернет-страница, они могут эти баннеры размещать на своем сайте, в том месте, где посчитают нужным. И этот баннер будет привлекать внимание людей. На этот сайт могут заходить люди, которых вы никогда не знали и не видели. Нажать на кнопку баннер, потому что он меняет свою картинку. Благодаря этому осуществляется переход на наши интернет-ресурсы, можно ознакомиться с информацией, нажимая кнопкой регистрации, это ваш партнер. И раздел новостей в личном кабинете, где есть кнопки соцсетей, тоже позволяет вам использовать эти новости как инструменты, делиться с окружающими, и также по этой новости могут кликнуть люди, являющиеся вашими друзьями, те, которые, скажем так, находятся в группах, которые находятся в соцсетях. При переходе на наш интернет-ресурс, нажатии кнопки регистрация, это ваш партнер, потому что к новости из личного кабинета прикреплена реферальная ссылка. К инструментам мы относим подобный вебинар, вебинары по партнерской программе, большое количество обучающих мероприятий и презентаций на целом ряде языков в онлайн-режиме, и живых презентаций, которые проходят в целом ряде городов и стран. Практически каждый день у нас есть живые презентации. Далее, периодически промо-акции компании, которые мы объявляем и обязательно сообщаем нашим инвесторам. О расписании мероприятий вы можете зайти в раздел событий и узнать в расписании вебинаров, то есть там две таблички, расписание онлайн-мероприятий, где можно нажать и посмотреть, кто ведущий, ссылки скопировать, в удобное время прийти, эту информацию послушать. И расписание есть тех городов и стран, где проходят живые мероприятия с указанием здесь у ответственного человека и его телефона. У нас есть сайт Анатолия Дарчуницкого, который я вам уже показывал, www.unitsky.com. На том сайте вы можете найти информацию, которую мы получили и разместили, о точном адресе и времени проведения мероприятий в городе, где это будет происходить, и ведущим, какая тема и так далее. Это на сайте www.unitsky.com. В целом, то, что я говорил сейчас, действительно у каждого сейчас есть отличная возможность, во-первых, приобрести пакеты долей компании еще с тем дисконтом, который у нас действует на седьмом этапе. Это раз. Ну и второе, поделиться этой возможностью с большим количеством людей, которые вас окружают. Стать частью того, что делаем мы. Мы выводим инновационную технологию, мы принимаем активную частью на рынке инвестиций. Все это можете делать вы, значительно улучшить свою финансовую сторону жизни и помочь этому, этим большому количеству людей, которые вас окружают. В принципе, где-то это благородное дело. Помочь нам реализовать технологию. Вместе с вами мы это сделали, выйдем на мировой рынок. Соответственно, в дальнейшем мы с вами будем получать доходы в виде продажи пакетов долей, если вы так посчитаете, либо дивиденды, которые мы сможем получать уже после построения дорог и прибыли. Данный слайд демонстрирует вам здание, в котором мы находимся и адрес. Это Москва, недалеко от метро Павелецкая и Серпуховская. В принципе, наш офис практически каждый день посещает наши инвесторы, но предварительно нужно позвонить по этому телефону, чтобы у вас встретил менеджер, у нас пропускная система, и мог познакомиться с информацией, которая вам нужна. Теперь давайте вопросы коллеги. Я как бы закончил на данный момент. Я сейчас отвечу на вопрос вверху. В принципе, основная компания не будет выходить на биржу, что только компания адресных проектов, а люди покупают акции основной. Это Сибиряков сказал. Давайте так. Есть официальные источники, то есть люди, которые работают в компании, есть официальный раздел новостей. Я в официальном разделе новостей нигде не видел, чтобы по нашим инвесторам сделали рассылку и сказали, друзья, у нас будет только вот так, как вы написали. Второе. В любом адресном проекте наша компания будет принимать участие в технологиях. Да, те проекты тоже отдельно могут выходить на биржу. Почему нет? То есть есть какой-то отдельный взятый проект, который потом в дальнейшем принято решение туда привлекать инвестиции, может быть даже с выходом на IPO. Вот многие задают вопрос, когда будет IPO. IPO – это процедура, которая позволяет привлечь как можно больше средств в любой проект. Это может быть банковский проект, это может развитие нефтяного бизнеса и так далее. Я месяца 3-4 назад смотрел информацию, там то ли «Транснефть», то ли как это называется организация в России, которая подбила, скажем, итоги своей деятельности многолетней. И там тоже есть акционеры, которые уже получали большую прибыль от деятельности этой компании. Они приняли решение, им нужно развиваться, они хотят этого, нужно все сделать так, чтобы соответствовать процедуре выхода на IPO, и они решили этим заниматься. После IPO они планируют привлечь несколько миллиардов долларов в развитии своей технологии, соответственно, скажем так, поделиться акциями своей компании и так далее, и так далее. Поэтому то, что компания не собирается выходить на биржу, нигде это не было сказано. Иван, поэтому это ответ на ваш вопрос. Ни Анатолий Дарович Чунинский, ни Виктор Бабурин, ни любой другой специалист компании «Стромные технологии» или компании, которая работает здесь, не произносил того, что мы не будем выходить на биржу. Поэтому я всегда сторонник того, что в перископе можно сказать много чего. То есть есть много людей, которые могут говорить разные вещи. Следите, пожалуйста, за официальными источниками. Хорошо? Это мы вам советуем. Какие еще есть вопросы, коллеги? Пойдите правильно. Опять же, возвращаемся с Юнинским 20 лет и так далее. Коллеги, есть официальные источники компании. Официальные, скажем так, страницы в интернете. Есть какие-то мероприятия, которые могут проводить в дальнейшем. Там Анатолий Дарович Чунинский, Виктор Бабурин, либо кто-то еще, кто является руководством нашего проекта. Есть сотрудники, которые работают в Москве, в Минске, где-то еще. Я один из сотрудников. Нам никто не доводил того, что мы куда-то не будем выходить. И 20 лет, как бы с кем-то или сколько-то лет, в принципе, они не делают информацию официально. Понимаете, о чем я говорю? Если я сегодня закрою рассрочку 1.600, 100 долларов в месяц, можно сразу или на днях открыть рассрочку 1.600 Skyway Capital? Вы знаете, эта информация была давно. И у нас даже была служба технической поддержки, отдельная почта. То есть тем людям, которые открывали рассрочки в свое время СВИК 1.600, была дана возможность открыть такую же у нас. Это я точно знал. Но для этого нужно было представить целый ряд документов. Поэтому это можно было сделать. Но вот смотрите, у нас время 18.08. До конца, скажем так, развития этапа и так далее, у вас возникло желание это сделать. Почему не вчера или позавчера? Или хотя бы три дня назад? Вот. Все это реально, но поймите правильно, на рассмотрение ваших документов уйдет время. Сразу хочу сказать. Кто-то должен проверить соответствие вашей рассрочки и так далее. Поэтому вы можете это делать, но для того, чтобы все это произошло, как я говорил, нужно оформить целый ряд документов. Подтверждение. Присылать скрины на определенную почту, в которой написать, что я такой-то, такую-то, оформил такую-то рассрочку, там хочу оформить рассрочку у вас. Приставить документы. И потом вам будет позволено это сделать. Для этого вам нужно зарегистрироваться в Skyway Capital и так далее. Вы знаете, сейчас вы ничего не приобретете на 38 долларов в RSV System. Потому что там нет пакетов. Выход какой? Пригласить пару-тройку человек, чтобы они стали инвесторами в компании RSV System. У вас на акционном счете появится средство больше, да, и вы их сможете потратить, например, ну реализовать на пакет, который стоит, по-моему, 50 долларов или 100 долларов. Вот таким вот образом. То есть 38 пока никуда. Я вам сейчас ответить не смогу. То есть это решение принимает руководство, что делать с этими деньгами. Помните, мы говорили, что это подарочный счет, да, то есть и вы могли активно его использовать, если строите большую структуру и с него что-то приобрести. Вот. Потому что там 38 долларов, ну пока там такая сумма. Либо подождаешь, когда накопится больше, либо либо. Ну либо. Есть ли какие-то вопросы еще? А вам, Виктор, я отвечу следующее. Я сегодня уточню информацию касаемую, кстати, рассрочка 1,600, я вас хочу, наверное, немножко успокоить, да, она у нас действует для тех людей, которые приобрели эти пакеты. И она как бы вот продлевается столько раз, сколько люди захотят платить. Вот. Но если вы оформили 100 долларов в месяц, соответственно, вы сможете у нас, если вам будет позволено оформить рассрочку на 10 месяцев, которая стоит 100 долларов, либо 250. То есть рассрочки на 50 и на 25 вам будут недоступны. Те, кто покупал на 25, закончат платить и захотят себе открыть следующую, у них есть возможность открыть 25, 50, 100 и 250. Вопросов больше нет. Спасибо вам большое, что были сегодня на вебинаре. Завтра я вам рекомендую быть на вебинаре по партнерской программе. Не сильные, но кое-какие изменения будут озвучены. Поэтому вы первые можете об этом узнать. Хорошего вам вечера. Не знаю, спокойно ли он будет, либо он будет, скажем так, авральный, с вытягиванием волос из головы, да, и дерганием себя за уши. Потому что информацию, касаемую смены дисконта, перехода на этап мы озвучили давно. К сожалению, как происходит всегда, люди начинают чесаться в самый последний момент. Я уверен, что сегодня в 23,50 будет немиренное количество обращений, успеваю ли я. Я вам желаю всем, конечно, успеть, но успеть могут не все. Всем хорошего вечера. До новых встреч. Завтра буду рад вас видеть на вебинаре. Здоровья, любви и денег. Структура, кстати, Светлана, отключена. Смотрите, отключена только иерархия структуры. Все остальное включено, кабинет работает. Это сделали для того, чтобы снизить нагрузку на сайт, чтобы вы могли, скажем так, заходить в кабинет, осуществлять эти оплаты и так далее. Вот этот сервис, который позволял видеть, что происходит в структуре и так далее, он тянул очень большой объем трафика, соответственно, на время пока отключен. Но он будет подключен после того, как у нас закончится Урал. Вот такие дела. Всем пока.